Продолжение следует... Наш день продолжается и сейчас команды, которые сегодня показали себя как сильнейшие, это Татнефть и МОС Энерго Сбыт. Татнефть удалось Меридиан Энерго обыграть со счетом 3-1 у МОС Энерго Сбыт, а с Меридианом была ничья 1-1, но это такая тактическая ничья. В принципе, изначально МОС Энерго Сбыт на нее был согласен, ставил перед собой задачу набрать, как мне кажется, 1 очко, но главное, чтобы не потерять очки совсем и не подарить их Меридиану. Татнефть до начала тура занимала третью строчку в турнирной таблице. Если обыграет сейчас МОС Энерго Сбыт, то по итогам тура наверняка будет на второе, а может быть и МОС Энерго Сбыт. Удастся потеснить МОС Энерго Сбыт еще сегодня играет с командой Сбербанк Технологии. Кто его знает, что нам покажут в верте, вполне могут удивить в каком-то отдельно взятом матче. МОС Энерго Сбербанк Технологии. МОС Энерго Сбербанк Технологии. МОС Энерго Сбербанк Технологии. Чувствия всех не ушел. Удар в защитниках пришел. Монсон, наверное, газует смену. Свежая четверка на поле. Свежая четверка на поле. Свежая четверка на поле. Здесь вопрос, была ли игра рукой. Вполне, может быть, нужно пересмотреть повтор. Система ВАР нам в помощь. Рикожет не в пользу от нефти. Монсон, наверное, говорит сегодня, кстати, второй такой гол получается. Может быть, натренировали они везение. В этом сезоне Татнефть и Монсонергосбыт пока не встречались. Монсон, наверное, говорит. Возвращение. Возвращение. Монсонергосбыт. Просто забрал мяч под контроль. Винетулин. Хороший шаг набрал, но удар был явно не подготовлен. Возвращение. 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 Ну а вот здесь Никакого везения нет Исключительно мастерство и Командная работа 2-0 В пользу Моус Энерго Сбыта Казалось очень простую комбинацию Разыгрывают и ничего беды не предвещало Но Сплоховал этот Нефтзащитный Скажем прямо Горобов Весь небольшую минуту до перерыва И в этом тайме От нефти очень желательно Хотя бы один отыграть Горобов классный Финт заложил и бил с носка Там уже не было времени Чтобы прицелиться, подстроиться Под мяч, как получалось, так не надо было бить Горобов Против трех или четырех соперников Сейчас был Начинает немного пожарить Оборона Моус Энерго Сбыта Субтитры создавал DimaTorzok До перерыва 30 секунд. Щукин. Не получается снова пяткой пробить. Удары издали Памшева. Перерыв. Второй тайм. Счет 2-0 в пользу Мосэнерго Сбыта. И в целом поинтереснее Мосэнерго Сбыта смотрелся в первом тайме. Очень активно этот нефть начинает 10 минутку. Мощнейший удар Курубова. Борьба в центре. Капитан Мосэнерго мяч забрал. И, наверное, это была скорее передача. Капитан Мосэнерго. Капитан Мосэнерго. Мильников снова обыгрывает 1 в 1. Вторая обводка практически удалась. Капитан Мосэнерго. 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 Сначала был отбор, а только потом контакт ног двух игроков, поэтому это не нарушение добивания от Мосэнерго. Мяч попадает в потолок, будем вводить аут. Вот уже во втором тайме три с лишним минуты сыграно, вроде бы активность есть со стороны нефтяников, а опасных моментов практически-то и не было. Здесь что-то ты покинул пределы поля. Делает ставку Мосэнерго Бэкс Бэд на контратаку, в принципе это стандартное для команды. Играют от обороны, ждут ошибки соперника. Но в начале первого тайма особенно не особо бросалась в глаза такая тактика Мосэнерго, скорее обоюдо атакующая была игра. Но сейчас уже этот нефтс от обороны играть не может все время проводить в атаке, так что счет объясняет ход игры. Третий гол Мосэнерго сбыта. Торопов, который сейчас находится на скамейке от нефти, не в спортивной форме, он как будто вы прочувствовал этот гол. Еще до того, как он случился, пошел брать специальную зеленую манишку. И сейчас замена от нефти, пятый полевой игрок выходит. 0-3, он может играть за 5 минут против Мосэнерго, который в этом сезоне практически не пропускает. Возможно ли здесь больше вероятности, что после финального свистка счет на дабло будет совсем пугающим. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Случилась ошибка от нефти после долгого контроля мячей. Сразу же за нее наказывают. 4-0. Добро пожаловать. 4-0. И этот счет означает, что, скорее всего, Мосэнергосбыт по итогам дня сохранит первое место. А вот от нефти обязательно нужно обыгрывать Газпром Энергохолдинг. Если не получится это сделать, то могут спуститься турнирные таблицы ниже третьего места, которое занимали до начала этого тура. Вратарь мог мяч подкинуть, пробить ногой, и если попал поворотом, мяч был бы защит. Винятуллин здорово бил. Полторы минуты до конца. Там Нитулин. Еще один удар попустым. На сей раз не точная. Сейчас последняя чистая минута пойдет. Хороший был прострел, но никто не подставил себе под рикошет. Мусэнергосбыт ждет уже финального свистка. Защитники удостановили все от нефти. Все, кроме молодой удалой двойки от нефти. Прозвучит сейчас финальный свисток. 4-0 счет убедительнейшая победа. Мусэнергосбыта, который продолжает возглавлять турнирную таблицу. Мусэнергосбыт. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова